Учение об инфекции. Лектор заведующий кафедрой микробиологии доцентра Хинжанова. План лекции представлен на данном слайде. Инфекция это проникновение микроорганизма в макроорганизм и размножение в нем, в результате чего возникает инфекционный процесс. Инфекционный процесс это сложный на сеть взаимоотношений микро и макроорганизмов, или иными словами это сожительство микро и макроорганизма, которые часто протекают бессимптомно. Существует большое количество микроорганизмов, связанных с организмом человека. По своему патогенетическому значению они могут быть непатогенными, условно-патогенными и облигатно-патогенными. Облигатно-патогенные микроорганизмы всегда вызывают заболевания. Условно-патогенные иногда вызывают заболевания, часто находятся в организме без каких-либо видимых проявлений. И непатогенные или сапрофиты, они не вызывают заболевания. Патогенность это генотипический признак, отражающий потенциальную возможность микроорганизма проникать в макроорганизм. Это называется инфективностью. Размножаться в нем инфекционность и вызывать патологические процессы. Вирулентность это фенотипический признак, который проявляется в определенных условиях. Вирулентность это мера патогенности, которую можно изменить. Вирулентность также является степенью патогенности, связанной с живой клеткой возбудителя. Это индивидуальный фенотипический признак. Вирулентность возбудителя зависит от химического состава и метаболизма клетки, условий окружающей среды. Понижение вирулентности называется атенуацией. Вирулентность выражается в следующих единицах. ДЦЛ это абсолютная смертельная доза, то есть наименьшее количество микроорганизмов, которые при определенном способе заражения вызывают гибель 100% восприимчивых животных определенного пола, возраста и массы тела. ДИМ это минимальная смертельная доза, это наименьшее количество микроорганизмов, которые при определенном способе заражения вызывают гибель 95% восприимчивых животных определенного пола, возраста и массы тела. ЛД-50 это полулетальная доза, то есть наименьшее количество микроорганизмов, которые при определенном способе заражения вызывают гибель 50% восприимчивых животных определенного пола, возраста и массы тела. Факторы патогенности микроорганизма это колонизации, то есть способность микроорганизмов размножаться в тканях или органах, что обеспечивает накопление микробов. Хемотаксис и подвижность это движение, иногда избирательное к тканям нашего организма. Адгезия это способность прикрепляться бактерии тканям. Адгезия специфична для каждого организма. У грамм отрицательных микроорганизмов адгезинами являются пили и белки наружной мембраны. У грамм положительной это поверхностные белки и тейхоевые кислоты. Пенетрация или проникновение вовнутрь осуществляется разными ферментами агрессии, которые разрушают ткани организма человека. Ну например это гиалуронидаза, фибринолизин, лицетиназа, ну и другие. Инвазия это способность микроорганизма проникать через слизистые соединительные ткани, что ведет к распространению микроорганизмов в макроорганизме. Факторами адгезии, прикрепления и колонизации являются в основном реснички. Если этого не происходит, то есть не прикрепляются, не происходит адгезии, то бактериальные клетки смываются слизистыми секретами, ну например слюной, другими выделениями. Токсигенность это способность микроорганизма выделять ядовитые вещества токсины, которые повреждают клетки и органы макроорганизма. Токсины микробов это вещества различной природы, микробного происхождения, которые участвуют в развитии патологического процесса. Они отличаются происхождением, биохимической природой и воздействием на организм. Таким образом различают экзотоксины, эндотоксины. Экзотоксины в основном образуются грамм положительными, грамм отрицательными бактериями. Они выделяются в окружающую среду, по происхождению являются белками, очень токсичны, действуют избирательно, органы цитотропны и определяют клинику и тяжесть заболевания, термолобильны. Эндотоксины образуются только грамм отрицательными бактериями, находятся внутри клетки, выделяются при ее разрушении, являются гликополисахаридами, слабо токсичны, не имеют специфичности, то есть не избирательны, термостабильны. Экзотоксины имеют высокие антигенные свойства, обезвреживаются формалином и нагреванием, то есть высокой температурой, сохраняют антигенную специфичность и иммуногенность. Анатоксин. Продукция экзотоксина обусловлена конвертирующими бактериофагами, например, представителями являются кластридиум титани, вибрион холера. У эндотоксинов слабые антигенные свойства, обезвреживаются трудно. Образование эндотоксина обусловлено хромосомными генами. Представитель этой шерихи и околи. Допустим, шерихи и околи. Факторы, препятствующие фагоцитозу. Бактерии, попав внутрь фагоцита, выделяют вещества, которые нарушают работу ферментов, переваривающих бактерию. Это дает возможность микроорганизма выживать в фагоцитах и даже размножаться в них. Также некоторые бактерии образуют капсулы в организме человека и животных, которые защищают их от фагоцитов. Многие бактерии выделяют ферменты, которые подавляют фагоцитоз, угнетают хемотаксис, миграцию фагоцитов, лизосомальные ферменты. Ферменты. Инфекционная болезнь – это крайняя степень инфекционного процесса. Инфекционный процесс может превратиться в инфекционную болезнь при наличии двух факторов. Это патогенности и достаточной степени вирулентности микроорганизма и определенного состояния макроорганизма. Виды инфекционного процесса – это манифестные, которые протекают с яркими проявлениями, то есть с яркими симптомами. может протекать в острой, хронической или же медленных формах. Инаппаратный протекает без симптома, ну или латентный. Латентный, скрытый и персистентный – формы инфекционного процесса. Формы инфекции. Значит, признак – это природа возбудителя. Бывают инфекции бактериальными, вирусными, грибковыми, протозойными или прионные инфекции. Происхождение – это экзогенная или эндогенная. По локализации различают местную, локальную или очаговую. Также различают общую, генерализованную инфекцию. Такие формы, как бактериемия, сепсис, септикопиемия, токсикосептический шок. Количество видов возбудителей. Значит, определяет это или моноинфекция, один вид возбудителя, или же смешанная инфекция, когда присутствует несколько видов возбудителей. Источником инфекции может быть человек, это антропонозная инфекция, животное – занозная, внешняя среда – слесопронозная, ну и бывают смешанные виды инфекции. По продолжительности различают острую, хроническую инфекцию и носительство. Повторные проявления заболевания – это вторичная инфекция, реинфекция, суперинфекция и рецидив. Значит, реинфекция – это повторное заражение тем же возбудителем, например, это сифилис, острые кишечные инфекции. Суперинфекция – это повторное заражение тем же возбудителем до выздоровления, ну это венерические заболевания. Рецидив – это повторение клинических симптомов без повторного заражения. Это возвратный ТИФ, при возвратном ТИФе, например. Вторичная инфекция – это когда к первоначальной болезни присоединяется другая, вызванная другим возбудителем. Ну, допустим, при ОРВИ может возникнуть бронхит. Микс инфекция – это смешанная инфекция, связанная с двумя или несколькими возбудителями. исходы инфекционного процесса – это абортивные, то есть процесс заканчивается на этом, так и не развившись далее. Бактерионосительство и инфекционная болезнь. Периоды инфекционной болезни – это инкубационный период, латентный период, то есть от момента заражения до возникновения симптомов заболевания. Стадии проходят адсорции, адгезии, размножения и распространения, то есть колонизации. Продрамальные – это когда появляются первые признаки заболевания, то есть может быть недомогание, слабость, потеря аппетита, депрессия, голодная боль. Разгар заболевания или клинический период здесь характеризуется ярким проявлением всех клинических признаков, которые характерны для данного заболевания и выделения возбудителя. Период выздоровления или реконвалисценции – это конец инфекционного процесса, можно сказать. Ну и здесь могут быть такие исходы, как выздоровление, возбудитель может еще выделяться, но может формироваться и бактерио, и вирусы носительства. Ну и выздоровление может быть полным или неполным, то есть хронизация процесса возможна. Клинические формы инфекционной болезни в зависимости от локализации возбудителя. Возбудитель – это когда возбудитель размножается только в очаге, поражение локально находится только изолировано. Генерализованное – это когда возбудитель размножается в различных органах, куда попадает с кровью. Бактериямия – это циркуляция бактерий в крови, вирусымия – это циркуляция вируса в крови, токсиномия – это когда токсины находятся в крови, сепсис – это длительное поступление микроба в кровь, септикопиемия – это размножение микроба в крови и развитие гнойных очагов в органах. Характеристика инфекционных заболеваний, отличающихся степенью клинической выраженности и длительностью, это острые, которые характеризуются кратковременностью, с характерной клиникой, с выделением возбудителя. Хронические, длительно протекающие инфекционные заболевания, латентные, протекают скрыто, без клинических проявлений, они могут быть инаппаратными, то есть кратковременными, с выделением возбудителя, и персистентные, длительные, без выделения возбудителя. Пути заражения. Алиментарный путь – это заражение через рот с водой, пищей, ну, допустим, это пищевые токсикоинфекции при дизентерии. Контактный путь – это при контакте с возбудителя, с кожей, слизистыми, иногда поврежденными, иногда нет. Это может быть парцеллез, лептоспироз. Воздушно-капельный путь заражения – это при вдыхании возбудителя через верхние дыхательные пути. Это туперкулез, пневмония, ОРВИ, грипп. Половой. При половом контакте. Венерические заболевания – это сифилис, гонорея, хламидиозы, вирусные инфекции, возможно. Трансмиссивный путь – это через укус кровососущих членистоногих, это клещи, комары, да, возбудители сыпных тифов, возвратных вирусных энцефалитов. Трансплацентарные – это через плаценту, да, заражение ребенка от матери. Ну, это при сифилисе, возможно, при многих вирусных инфекциях. Для изучения вирулентности, в частности, применяют биологический метод. То есть, биологический метод – это заражение экспериментальных животных для воспроизведения инфекционного процесса. Ну, проводится для определения вирулентности и для выделения чистой культуры. Также для создания и испытания биологических препаратов – это вакцин, сывороток, диагностические препараты. Ну, и также используется для научных целей, то есть для исследовательских работ. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok